Всем привет! Ну что, в кое-то веки у нас новая игра, давно уже обещал, и в итоге вот у нас Dead Vinland. Я на самом деле как-то выбирал между двумя играми, но все-таки склонился к Dead Vinland, потому что тут вроде бы как и RPG-система довольно интересно сделана. Плюс я уже купил тут все DLC-шки, и тут даже обещается вполне интересная диалоговая система, поэтому почему бы и нет. Единственное, что меня немножко смущает вот эти компании типа СССР, ну да ладно, это уже мои, возможно. Какие-то тараканы. Так, назовите свой профиль. Давай-ка вот так вот сделаем. Валюха. Сюжет и хьяндинг. Это режим бесконечной песочницы в стиле бунтаря-одиночки. Никакого нудного сюжета. Нет, мы хотим сюжет. Приятный отдых, выживание, суровейшие условия и в общем выбор. Истинным викингам не нужны точки сохранения, они живут одним днем, довольствуясь лишь текущим сохранением. Слушай, ну давай, наверное, лучше не будем. Возможно, приятный отдых, выживание. Давай выживание. Я думаю, для нас это будет вполне неплохо. Тут, конечно, есть еще вариант выбрать суровейшие условия, но давай, наверное, все-таки к выживанию. У нас тут есть DLC с собаками и DLC с диалогами для наших спутников. Ну, музыка, музыка и звук игры, они уже просто безумно классные. Ну, музыка. Блодию верт. Ох. Блодия верт. Мы были исчезаны. Это как наша пыльная река началась. Мы притерпировали за дни. Попрессированы, голодные, голодные. Субтитры создавал DimaTorzok ох-ох я почему-то вспоминается манга и аниме сага вилланди но нет это все-таки из другой рубрики но в целом довольно бодро эрик блод верт карри мойра где вы блоге верт боже я никогда не смогу этого говорить мы здесь милый все в порядке хвала один а похоже всеотец не совсем покинул нас но я бы не стала на этой надеяться учитывая произошедшее это я не понимаю это его бабушка или это их дочь карри ты в порядке дитя мое да мама все чудесно наш дом сожжен ньорд послал наши задницы свою лучшую шторма и отец филигерна пришивартовался прямо на острых скалах неведомого острова день просто отличный давай наверное пошутим на нашем несчастье мы должны радоваться что удилище нерда не угодила нам задницу уж поверь милая фу мерзость я сейчас вырвет блин а смотри отношения улучшились ага это мило и все такое но что нам теперь делать у тебя есть хоть какие-то мысли где мы находимся эрик нет много дрифтовали далеко на запад краю известного нам мира никогда прежде не слыхал об острове находящемся так далеко на западе не думаю что сюда доплыл хоть один викинг так ладно давай нажим называть ее просто женой я не могу просто выговаривать ее имя она слишком сложная нужно осмотреть окрестности возможно нам удастся отыскать кого-то кто сможет нам помочь надеюсь этот кто-то не окажется ледяным великаном или того хуже увидим я все еще не отошла от кораблекрушения начала осматриваться они решили уйти от навевающих тоску обломков дракара и углубиться в лес лес был таким же как и они атмосфера начала накаляться как вдруг карри смотрите там тропинка карри побежал к тропинке и остальные пошли за ней так они брели почти час пока не достигли конца тропинки и не выбрались из леса оу неплохо здесь деревянная хижина не похоже что в ней кто-то живет блин ну так вот прям занимать хижину я думаю не стоит давай наверное все таки поищем жильцов а то блин как-то некрасиво вы осматриваете округу пока ваш взгляд не натыкается на три груды запыленных костей на черепе в одной из них сеет огромная дыра блодиверт вот и они кости уныние плюс 10 нет нет у всем прибавилось уныние зачем зачем я начал это смотреть господи хватит остров обитаем здесь одновременно жили три человека поэтому можем надеяться что есть еще люди но это лишь догадка карри убедимся когда смотрим весь остров ну в общем что нам делать дальше теперь мы должны приложить все силы чтобы выжить нет никакой надежды на возвращение домой нас нам ждет лишь пламя и сталь так что придется начать новую жизнь здесь возможно эта земля подарит нам новые возможности так что мы бы держимся вместе ура хоть что-то хорошее ура надеюсь хотя бы уныние у снимется благодаря благодарю тебя фрига за то что могу пережить эти тяготы вместе с моим мужем дорогой сестрой и дочерью а это есть сестра мойра понятно кажется всем понравились эти диалоги суши но это будет звучать странно но жена мне как-то немножко не нравится мойра посимпатичнее будет так что если что мы может быть переменемся на другую сторону без семьи у меня не было бы сил бороться не жить мы с тобой сестра всегда но пока ее муж не увел ее сестру но да ладно плюс 10 я все же надеюсь что этот проклятый остров обитаем все очень затянется если нас здесь только четверо еще нам понадобится мужи если мы собираемся заселить остров и верно карри о боже фу ни за что свете сама спи со своим грязными фантазиями а я пойду исследовать этот остров и завладеем послушайте все сейчас не время для шуток нам многое предстоит сделать если мы хотим выжить питьевой воды нам хватит еще на несколько дней если будем знать меру но только на эти запасы полагаться не стоит я нашел две бочки которые мы можем хранить воду неплохо не забывайте что нельзя пить речную воду не прокопитив иначе можно заболеть до смерти жена значит мы должны развести огонь как можно скорее у меня остался лишь один трус вот возьми а труд хорошо нам придется многое построить если мы собираемся здесь осесть я размещу мастерскую с несколькими инструментами где мы можем спокойно работать но нам понадобятся ресурсы дерево камень ветки можем разобрать наш дракар чтобы получить немного дерева еще нужно забрать оттуда еды там осталось немного да но надолго ли ее хватит мы не можем полагаться на эти запасы я поискала вокруг и насобирала всего что может пригодиться посмотри так немного дерево веревка у камень прекрасная работа карри нам нужно получше осмотреть окрестности можем найти еду и все такое а еще зверей и капканы я согласна что нам нужно осмотреться но нужно быть осторожней мы не знаем чего ожидать давайте начнем работать над лагерем еще многое предстоит сделать отлично дэд винланд это пошаговая игра поэтому у вас всегда есть время подумать каждый день разделен на три фазы утро и полдень когда ваши персонажи могут понять различные задачи в лагере а также ночи когда они беседуют едят пьют и отдыхают перед следующим днем ваши самые жизненно важные ресурсы это огонь и вода всегда следует следите за их уровнем щелкните по этому значку чтобы открыть меню управления запасами воды и огня в данный момент огня совсем нет вы можете разжечь огонь используя 5 дерева и один труд после того как огонь зажжен вам нужно лишь поддерживать его использовать древесину когда начнет угасать быть осторожны без огня семья долго не продержится и труд очень тяжело отыскать ну понятно давай зажжем помимо всего они не выживут если будут пить не питьевую воду поэтому необходимо ее очищать превращая в питьевую воду путем кипячения обратите внимание что процессе интенсивность огня снижается а значит данный процесс нуждается в тонком менеджменте ясном ну что ж у нас есть немножко кипятка снизу какой-то значок кукурузы и также вроде бы у нас а то есть вот у нас мастерская вот такая интересная ушлось время распределить обязанности между вашими персонажами так погоди так на месте кораблекрушения все еще осталось немного припасов кто-то должен отправиться да и поискать их а сейчас перетащите мойру вместо поисков а куда и перетащить а вот кстати довольно неплохо их нарисовали довольно детально ты посмотри как она вот выглядит конечно у нее довольно такие вот уже повидавшие жизни руки видимо кремом она не пользуется ну ладно давай отправим на поиски замечательно чуть позже вы узнаете как начать выполнение всех назначенных задач как только все их получит кто-то должен сходить за водой притащите блатверт вместо добычи воды это значит жена ну вот она будет у нас добывать воду суши и вот чисто внешне когда она стоит уже в общем то на карте она симпатичнее чем диалогах куда симпатичней так теперь убежище чтобы улучшать условия жизни вам необходимо усовершенствовать лагерь мастерская позволит заниматься ремеслом и предоставляет множество способов усовершенствовать лагерь вы можете построить новые места активности а также усовершенствовать существующие так ну что давай это куда те она значит надо перетащить то то есть 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 а вот выбрать постройку ну давай выберем ритмит предусматривает дополнительные возможности доступные при щелчке по месту так хорошо ахо лесок заготовка ну хорошо давай попробуем то есть у нас есть дерево у нас есть веревки поэтому да мы можем создать а потом открыть усовершенствовать и сделать например себе что это алиса заготовка либо стальной топор но я думаю тут можно открыть и леса заготовку и также железный или стальный топор поэтому все в принципе не так плохо кстати как я погляжу кости это довольно редкий ресурс поэтому возможно даже хорошо что мы пожертвовали своим психическим состоянием чтобы получить кости от прошлых владельцев ну да ладно давай наверно создадим начальную постройку чем те здесь чтобы посмотреть общее состояние лагеря и при необходимости произвести ремонт так вот у нас лагерь а значит мы можем отремонтировать его отлично испортить не используйте слишком много ресурсов они понадобятся вам когда будете строить свою лесозаготовку во время создания предметов выбранные предметы потребляются только когда задание автоматически выполнено что дает вам шанс передумать прежде чем перейти к следующей фазе а понятно хорошо так и последнее непозначимости исследования не забывайте что семья только-только оказалась на неизвестном острове кто знает что может вам попасться правьте карри исследовать местность так слушай но она немножко напоминает арию из игры престолов но может быть это у меня только такие ассоциации вечно такая недовольная с короткой стрижкой ну ладно так смотри-ка получили дерево веревки и немного ткани даже сырую рыбу ох тут какие-то разные мази а у нее дали усталость и уныние а у них постоянно прибавляется уныние после работы нет похоже только у некоторых так значит она потратила воды исследовала поляну и мы открыли новую область уныние кстати и не прибавилось и вот мы теперь можем исследовать какую-то новую местность щелкните по недавно открытой области пометка красным высокоцательным знаком чтобы перейти к ней участок с пшеницей каждая область содержит ровно один предмет которому можно взаимодействовать найдите его щелкните по нему чтобы взглянуть на все доступные действия так осмотреть собрать охотиться рядом суши ну я не знаю пшеница пшеница в целом нам бы возможно пригодилась чисто в своем готовом виде хотя можно было бы поохотиться там наверное какие-то кролики или грузины расшиваются рядом поэтому да давай наверно поохотимся странно почему мойра не умеет охотиться усталость голод усталость ранения а у них подожди у вас именно ранение или усталость нет у них усталость видимо слушай ну я думаю карри у нас лучше всего справиться с этой задачей поэтому давай и отправим высокая тарова прекрасное место для охоты на птиц и мелких грузунов так что мы будем делать выследить же то животное или затаимся 78 процентов ну давай наверно затаимся проверка способности скрытность посреди участка пшеницы вы находите идеальное место чтобы затаиться вам довольно комфортно и вас тяжело заметить проход часы но ничего не происходит блин вы так долго ждали что завалились спать возможно вам было слишком комфортно да ё-моё вы проснулись того что какой-то мелкий грызун карабкается по вашему лицу чтобы дотронуться до пшеницы хвала богам вот эта удача вы хватаете животное и ломаете ему шею не маленьких мечок за что ладно зато у нас есть немножко мяса что же это все совершенно мы можем кажется еще и собрать немного пшеницы давай наверно с на этот раз свою жену отправим вы ищите самые лучшие на вид ростки чтобы привести их влаги вы берете горсть пшеницы и аккуратно подрезаете земли у нее прибавилось усталость пшеница плюс 5 ну хотя бы уныние у него не прибавилось это радует осмотри мы можем еще раз собрать так кого бы нам отправить суши но я не думаю что карри она для этого подходит ну она молодая не опытная вот ей скорее на охоту ходить а собирать пшеницу наверное это не самая веселая работа для нее поэтому давай отправим опять свою жену бедная за что же тебе так опять осталось плюс 5 пшеница плюс 4 и семян плюс 7 отлично все мы могли бы конечно осмотреть но ладно ладно и так хорошо некоторые предметы являются расходовыми а значит любой персонаж может мгновенно ими воспользоваться они очень полезны для поддержания бодрости духа поэтому не забывайте ими пользоваться чтобы воспользоваться предметом челните по значку использовать предмет на боковой панели или прямо по персонажу что мне использовать так использовать предмет а смотри массе из дикителя чтобы избавиться от метеоризма ну и это не нужно излечивает проблемы со зрением и помогает то есть снимает усталость массе из чистотела ну даже не знаю хотя странно смотри показывается что массе с дикителя она снимает уныние хотя написано что она избавляет от метеоризма неужели не что-то такое это скорее сестре надо это принять а вот смотри то есть тут есть еще статистики вот такие интересные которые мы можем как-то менять что-то делать тут даже есть биография карри подросток дочь эрика и блодиверт является полной противоположности своей заботливой матери и тихо отца она живет ради приключений быстро и ловко и она научилась стрелять из лука раньше чем говорить она постоянно просит отца взять ее с собой на охоту не только потому что она любит охотиться но и потому что ненавидит сидеть дома с матерью которая постоянно пытается заставить ее научить готовить вязать и все такое у нее нет подруга она слишком и слишком раздражает я своей бесконечной болтом ней она предпочитает править время обучаясь военному делу с мальчиками но к сожалению у них она не пользуется популярность так как превосходит любого парня почти во всех физических дисциплинах а им это не нравится ну понятно смотрю не есть даже черты свои трус хилость недовидит камни о господи непоседливость минус 50 процентов к просто опыта лечения готов к рыболовство садоводство и у нее снижается показатель усталости физически умственная выносливость сосредоточения понятно также есть у нас бой черты и возможно потом у нас откроются какие-то новые характеристики как положительная такая отрицательная смотри тут даже можно посмотреть отношения бонус родства плюс 24 процента а вообще отношение к сестре у нее точно такие же как ее матери но отца она любит больше всего мойра заподозренная в колдовстве интересно пошлый просто опыта способности категории выносливости метод 10 процентов слабое тело импульсивный и аристократия 1 что значит что не уменьшен показатель готовки также у нее есть хитрость который прибавляет и 50 процентов к росту опыта вау 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 так надо было ее отправлять на все задачи чтобы она прокачалась у нас быстрее мойра сестра блудиверт это эксцентричная тетушка вечно себе на уме и что-то замышляющее то что она так и не вышла замуж дожив до своих лет было предметом скверных сплетен и пересудов деревне самым упорным слухом было то что она ведьма и съедает своих любовников после ночи удовольствий к счастью все эти слухи лживые или по крайней мере они сильно преувеличены будучи созданием диким и вольномыслящим мойра является приверженством радикальных решений что может принести больше вреда чем польза но в серьезности ситуации такой как кораблекрушение на неизвестной земле полной новых опасностей и необычная идея могут спасти жизнь наверное по крайней мере это будет весело так смотри-ка то есть у нее тут тоже свои показатели умственные физические сосредоточения и больше она расположена к лечению кажется и жидноводство у нее тоже неплохо выходит ага значит она не любит эрика у нее в принципе неплохое отношение к своей сестре и карри она ну в принципе неплохо слушай жалко вот тут не написано именно что она думает то есть какая-то информация вот именно выжимка ее мысли об этом персонаже который возможно меняется с разным уровнем отношений то есть там повысилось количество отношения у нас с эриком и там написано короче она там влюблена в него или что-то в этом духе но было бы прикольно что у нас есть перейти к текущей позиции можем использовать примет и вот это вот я не не понимаю что у нас так мистик целителя то есть она у нас служит ага смотри молитва богам древнее проклятие недосягаемости интересно страшное заклинание неожиданный удар но неплохо жалко конечно что черты не открылись и мне конечно было бы интересно откроются ли потом дальнейшем у нас какие-то новые навыки и будет ли они вообще как-то меняться ну ладно давай уже тогда прочтем не знаю об эрике или его жене что она вообще она с щитом понятно типа такая валькирия ну что ж давай тогда почитаем об эрике единственной целью эрика было жить тихой семейной жизнью и радоваться простым вещам хорошо потрудиться днем выпить пиво у костра видеть как его любимая дочь растет и расцветает с каждым годом это единственное что имел для него значение когда хакбарт брат старого ярла отправил людей спалить его дом с криками смерть ублюдку эрик быстро понял что боги уготовили ему иной план и план этот был не из приятных он смог бежать с несколькими членами семьи сел в маленький драккар и покинул страну через семь дней и приведенных в жутком шторме их билетное судно причалило где-то далеко на западе ну в общем такой классический семьянин отчасти даже чем-то скучный ничего такого интересного ну что ж давай наверное так некоторые приметы являются расходами а все-таки не настаивают на том чтобы мы что-то использовали с ушей ну я бы может быть мой ри использовал хотя у нас жена практически всю работу делает кому бы снять уныние блин я бы море все-таки снял ну ладно давай и своей жене топ минус 10 уныние отлично валийская принцесса ну что ж мы можем завершить нашу фазу население лагеря 46 то есть мы можем еще двоих принять интересно так состояние лагеря предметы меню персонажа да кажется это все давай посмотрим так еще раз она сделала поиск нашла древесину веревку ткань сырую рыбу немного стрел и у него прибылось сил сажения и 10 усталости ну что же 8 уныние надо было все-таки и принять мазь плюс один ремесло и он использовал так лис заготовка позволяет одному персонажа заниматься лес заготовкой а вот у нас появилась эта постройка так она использовала немножко воды и открыл нам новую область зато правда я не помню мы ее можем направить именно в какую область и отправляться исследовать солнце заходит поэтому семье пора подготовиться к ночи время которые они будут беседовать пить воду перекусывать и спать это не закон но лучше всего иметь при себе немного еды и приблизительно одну порцию безусловно все будет зависеть от ситуации жажды питьевой воды на человека и удостовериться что сила пламени достаточно высока чтобы костер не потух пока все спят просто щелкните по кнопке конец и вы сделаете все что необходимо так сосредоточиться на скрытности суши мы могли бы конечно выбрать раньше сосредоточиться на исследование при этом о боже давай наверное все таки сосредоточимся на исследование у нас вроде бы это и было выбрана а она не исследовала эту область а это еще что сундук с орнаментом осторожно открыть открыть силой осмотреться вокруг а нам не хватает нам не хватает значит действий ясно постой мини-персонажи так погоди ну давай тогда исследуем все таки эту область пускай нас следуется так она все еще у нас ищет мойра а у нее повысился уровень вы достигли нового уровня мыра получит новую черту точность мудрость начинающий садовник к росту опыта минус 10 процентов то есть ко всему опыту что ли снижается суши но мне это не очень хочется сопротивление унынию при этом повышается шанс ранения слепой убийца максимальный урон плюс 1 крит плюс 10 меткость плюс минус 10 процентов и уклонение минус 5 охренеть так ну смотри можно было бы прокачать мудрость что не за черты у нас есть так выносливость мудрость а у нее снижена мудрость ну довольно странно учитывая что они всякие магические способности а мудрость у нее и так 65 плюс 4 процента эффективности каждого действия основанного на мудрости увеличение показательные показатели усталость во время использования палатка целителя а смотри прирост опыта и это бонус интеллекта то есть у нас прибавляется бонус от мудрости и он также прибавляется с интеллектом ну кстати довольно неплохо животноводство садовничество так что тут нас садовничество нам предложили садовничество прокачать но как-то с немного думаю что это не и и давай наверно мудрости прокачаем она будет больше получать опыта и в принципе мне кажется а изменить выбираемые свойства а также добавьте еще одну черту блин ну я не хочу это брать твоя лучше возьмем мудрость садоводство нам не интересно у нее что-то как-то все не очень в этом плавание а мудрость у нее и так высокая и почему бы и нет она еще больше будет получать опыта и уровней так отлично странно почему у нас кари не прокачалась от слова прям совсем хотя мы ее отправляли в лес и она у нас находила и животных каких-то в общем странно ну ладно ладно на сегодня достаточно давайте прикусим и попытаемся немножко поспать можете начинать без меня я хочу слегка укрепить дом не стоит предупреждаться эрик тени уже пляшет вокруг нас я не притруждаюсь я могу я должен это будет моей виной если ну вот опять эрик мы же обсуждали ты не должен винить себя за то что с нами произошло блин у них отношения испортились муж вообще-то пытается тут всех защитить и я не знаю отремонтировать дом как-то укрепить его чё на него злиться то но ты как и я все прекрасно слышала дорогая люди что спалили наш дом пришли за мной они кричали прикончите ублюдка я есть тот ублюдок и это бремя я должен нести один о господи и у него прибавилось уныние и почему же тебя так назвали вот об этом я бы и хотел узнать если бы конечно нам не угрожала смерть от голода нужно наделать ловушек в лесу полно мелкого ходячего мяса а еще полно опасностей мне бы не хотелось чтобы рядом с тобой в лагере понятно она боится за дочку угу твоих мечтах мамочка ага ага блин у них опять тоже отношения испортились ладно у нас есть топоры и несколько мешков пора начинать рубить деревья в лесу предоставлю это тебе не оселенок не хватит странно я думал у них сестра прям боительница какая-то но похоже что нет тоже могла бы помочь мойра тебе нужно набраться сил ты слишком слабо да ё-моё они у них тоже испортилось отношения у тебя сила а у меня мозги сестра я моё опять а у меня это и другое ну еще бы малышка ну вот хоть кто-то подружился рубить деревья утомительно но нести их обратно в лагерь куда утомительней кто-то может помочь но преусердствовать не стоит если слишком устали только себе навредите просто напоминаю всем что древесина нас основной ее ресурс необходимый для ремесла а еще для поддержания огня поэтому не стоит забывать постоянно пополнять ее запасы ну что же у всех прибавилось и голода обезвоживания и у нас не так много воды конечно слушай ну смотри мы можем на 50 процентов успеха но я наверно склоняюсь на 75 процентов хотя можно было бы рискнуть и попробовать на 50 процентов поймать удачу но давай наверно все-таки на 75 так а то есть это мы можем одному персонажу сделать ё-моё ну что можно было бы действительно попытать удачу либо двоим восстановить показатель воды а что обезвоживание дает плюс 20 процентов к увеличению усталости и инициатива минус 2 слушай но я думаю все таки надо жене тогда дать воды потому что она довольно много чего делает для лагеря блин мы можем потратить тупо всю воду это не очень круто но либо на троих разделить сейчас нам хватит дай-ка посмотрим да действительно нам хватит но мне кажется почему то что карри не хватит этой воды чтобы нам сделать у нас просто может еще не сработать к сожалению сейчас давай-ка посмотрим то есть смотри у него еще и голод о божечки мне кажется дочка может обойтись сейчас без воды как бы это не звучало а жене блин может еще и подлить воды чтобы с большим шансом сработало все таки 50 процентов это ну не тот шанс с которым я хотел оставаться с другой стороны блин мне кажется что дочка может на нас обидится ну ладно просто мы расходуем всю воду у нее осталось обезвоживание о господи понятно у нее болезнь в смысле а ты не пожарил или что вы ели сырое мясо можно надо было пожарить ребята вы что вы выйдете вы чего почему вы его не пожарили о боже у нее теперь еще и болезнь я забыл что я слабое тело и ах господи ну ладно ну хотя бы усталость снялась это радует за ночь часть еды протухла отлично тухлятина интересно тухлятина можно для удобрения использовать или нет сегодняшняя погода солнечная в течение дня вроде бы ничего такого не планируется а ночные эффекты усталость ну понятно вроде бы пока спокойно все блин я сразу же нажал на далее понятно оуу смотри она нашла сырое мясо немного усталости уныния так она добыла нам воды карри прибежала в лес так быстро словно увидела в лесу привидение мама папа кто-нибудь там кто-то есть и большой отряд вооруженных людей и входит в лагерь эрик блодиверт тут же вскакивают и поднимают руки чтобы продемонстрировать мирное намерение волки у двери вперед отряда выходит большой мускулистый мужчина с огромным топором в одной руке в другой руке он держит кожаный пояс с тремя черепами пусть говорит карри хахахаха нет у нее трусость ей не стоит давай наверное я не знаю господи он он женщину выставляет вперед но пускай мойра говорит она у нас самая мудрая и умная Привет, здоровяк Не будешь так любезно вложить оружие в ножны, чтобы могли поговорить, как взрослые люди Воу-воу-воу, ей дали смелость В твою очередь, еще она станет женщина Я покажу тебе свой топор наедине Так, почему-то отношение у всех испортилось Но сперва разрублюя этого жалкого труса, прячешься за спинами своей женщины У него прибавилось ныне Произнеся эти слова, он яростно взмахивает топором ранее ошеломительного Эрика После чего все бросаются в бой Блин, у него прибавилось ранение О, господи А что с ней? А, данный персонаж уже вовлечен в битву Кто будет сражаться? А, смотри, значит, у него здоровье 14 У него 16 Ну, в принципе, пойдет Давай попробуем А почему? Почему он реально прячется за спинами? Почему он сзади? У него же топор, чертов Понятно, подготовка к бою Давай и... Убийца Господи, как же они стрёмно выглядят Почему... Почему Эрик В качестве лучника стоит позади? Я не понимаю этого Что я не так сделал? Прицельный выстрел Стойка для уклонения А-а-а Сейчас Давай, наверное, вот так вот сделаем А, она все придвинулась Отлично И мы можем еще раз Вот, выстрелить Блин, а почему она вперед выступила? А, передвижение вперед Понятно Теперь понятно Все, все, все Эрик Ты... Я, конечно, все понимаю Но какого черта ты... Эффекты А, все Удар с разбега Кого ударим? Вот, убийца И... В общем, мы можем еще Вот этого мужика с топором ударить Смотри-ка Атака берсерка А-а-а Давай атаку берсерка Воу-воу-воу Сразу на 6 здоровья Отлично Так, а что у нас Мойера может сделать? Древнее проклятие А-а-а Уклонение Снижает В недосягаемости Но случайного врага В ряду ближнего боя Ну тут один только враг В этом и проблема Ладно Смотри Снижает инициативу Пофиг Давай ударим посохом Мимо! Она промахнулась! Как? Ладно Давай А, у нее... Эта атака тоже наносит урон Плюс 1 очко действия Ну вот Яростный выпад Блин, 6 здоровья Ты что вообще делаешь? Так Дикие взмахи На всех противников В ряду ближнего боя Отлично! Все Двоих одним ударом Первая кровь Немного опыта Вывихнутая лодыжка Раздробленные пальцы Нет! Что за дичь? Карри ранения Все отважно сражались Как вдруг в бой Ринулся огромный мужчина Пугающий смеясь И вопя Пора рубить! О господи Ладно Давай у нас будет А почему нельзя расставить их? Я вообще не понимаю Как кто тут В первом ряду то будет? Так Ну ладно Пускай наверное Ее дочка будет И кто еще? Ну вообще Наверное у нас Мистик должен постоянно Находиться в бою Потому что Она зарабатывает Опыт Очень быстро И Пускай у нас Эрик Будет прятаться За спинами женщины И дальше У него неплохо получается Так Карри убили Отлично Так Блодиверт Тоже уже ранена Охренеть Ты Ты издеваешься? В смысле? Эмм Древнее проклятие Ладно Пофиг Бей Бей его посохом Отражено Бей еще раз Его посохом В любой непонятной ситуации Бей посохом Понятно В общем Как-то вышло не очень Кровотечение И Мойри Прибавилось Ранение Но при этом При этом При этом Там ничего не повесилось На нее Огромный мужчина Весь в крови По твой слезах Его глаза бешено бегают Ха-ха-ха Вы видели Кто здесь хозяин Чертовы слабаки Я Берн Главару Дурачем И все на этом Острове Принадлежит мне Так что Вы тоже Мои холопы Объясняю лишь раз Поскольку я не любитель Болтать Так что слушайте Внимательно Вы будете Жить Пока я не решу Что вы Для меня бесполезны После этого Ваши долбанные Мелкие головешки Окажутся в моей коллекции Каждые Семь лун Вам будет приходить Один из моих Тупых Прихвостней И вы будете Платить ему Дань Ясно? За вами уже Висит должок Я хочу получить Десять кусков Древесины Через пять дней Если я буду Доволен тем Что получу Вы возможно Проживете еще Недельку Или нет Уяснили Недоумки Ваши жизни Мои И бежать вам Некуда Только В долины Хель Хельма Ха И советник Напоследок В лесу Есть мои люди Они его Патрулируют Они Бросятся на вас Если заметят А что Поделать Им тоже Нужно платить дань Так что Либо вы Либо они Прощайтесь Смерды Если мы Встретимся Вновь Уж поверьте Ничего хорошего Вашим Тупым головам Не предвещает А затем Они ушли Эрик Блодверд Карри Мойра Не посмели Шелохнуться Даже спустя Какое-то время После этого Как Бьерн И его люди Скрылись из виду Подостовершись Что Все Более-менее В порядке Они безмолвно Вернулись Своим обязанностям Был ли стыд Или боль Ни у кого Не было настроения Разговаривать о том Что случилось Уныние Всем дарю Уныние Что-то Как-то У нас Много Уныние Зато У нас Тебе Проявилось Задание Так Зачем Я опять Нажал На следующий Тень Ладно Мы получили Веревки Ткань Понятно Смотри То есть У нас есть Экспедиционный Лагерь И потом Мы его Можем Улучшить До Карты Прочная Обувь Смотри Тут еще И убежище Разное Есть Идл Какой-то Что он Дает Что дает Идл Почему тут Не сказано Что он Дает Так Погоди Что у нас Тут есть Ух ты Котел Палатка Целителя Горн Господи Боже мой Сколько тут Постройок Действительно Действительно Очень Много Мастерская А смотри Еще и место Отдыха Тут То есть Можно Сделать Так Чтобы Да Чтобы Они Отдыхали У нас Лучше Действительно Неплохо Ладно На этом Будем Наверное Заканчивать В целом Игра Блин Довольно Классная И По-своему Приятная Диалоги Хорошо прописаны И это Конечно Приятно Так что Да Если вам Понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь И пока-пока Удачи Субтитры Субтитры Субтитры